Вы знаете, я не могу серьезно относиться к словам о том, что конфликт решен. Я это действительно говорил много раз. Даже элементарно, с точки зрения Азербайджана, на территории, которую Азербайджан считает своей, есть порядка трех тысяч квадратных километров, на которых власть центральной власти Адбаку не распространяется. Там живут люди, которые никакие азербайджанские паспорта брать не собираются. Они провозгласили республику Арцах. Эту республику Арцах не признают. Они стоят по границам этой республики, этого государства, и сделать так, чтобы внутри этой самой республики Арцах, которую они не признают, чтобы это подчинялось Адбаку, у них не получается. Это, конечно же, есть. Карабахский гаврит, где был, там и есть. Он никоим образом не решен. Соглашение, которое было второе, может быть, еще десяток будет подойдет, по статусу. Оно бы не про решение Карабахского гаврита. Оно бы про другие вопросы, другие проблемы. Что касается того, можно ли решить Карабахский гаврит сейчас, нет, нельзя ожидать, что после войны, которые выиграл фактически, да, ну, Азербайджан, пусть вместе с Турцией, но все равно. Кто после этого станет более договоросспособен для консенсусного решения, компромиссов и так далее, чем до войны, было бы наивно, да, не будут они ничего в этом смысле подписывать. Соответственно, что делают азербайджанцы? У них есть стратегия, в отличие от некоторых, я бы сказал. Эта стратегия, она примитивная, она иногда такая дубовая, она иногда какая-то брутальная, я не знаю, но она есть. Эта стратегия, собственно, такая, какая была. Давить на армянские стороны, давить на них всеми возможными способами, теперь уже не военными или, отчасти, не военными, а какими-то другими, дипломатическими, экономическими, коммуникационными, как угодно. С тем, чтобы придудить эти самые армянские стороны, пойти на их условия. Азербайджан продолжает эту войну невоенными средствами. Азербайджан находит больные места у армян. Спрашивается, зачем Азербайджану эти сто с лишним человек или сколько там заложников держать в плену. Для того, чтобы действовать, для того, чтобы армянам было больно. Некоторые территории, которые Азербайджан занимает на границе с республикой Армения в ходе вот этой вот самой делимитации границ, реально ему не нужны. Но зачем они это делают? Потому что они понимают, что армян больными моментами, болезненными моментами являются люди, которые в заложниках, то есть плены и территории. И вот Азербайджан хочет дожать. Также они пытаются давить на направлении, которое обеспечивает коммуникацию между республикой Армения и Арцах. Если бы проблем не было, если бы Карабахская проблема была бы решена, ничего этого не происходило. И это попытка на армянские стороны. Когда выступает азербайджанский президент, вот с этими заявлениями малодематическими и говорили, вот министр правительства Армении был в Арцахе. Нельзя это делать, нельзя ему в Арцах приезжать, приедете, дальше плохо будет. А какому-то больному человеку, которому надо полечиться, поехать, он такой специальности, врача нет, в Гурисе, а есть в Степанагерце. А человеку, который летит куда-то в другую страну, и ему надо проехать в Гереванский аэропорт, ибо Степанагерцкий пока не работает, и так далее. Для чего тогда нужен лачевый коридор, если по нему нельзя ездить? Есть проблема. Проблема Армахская никуда не делась. И по поведению азербайджального мы видим, что эта проблема есть. Это азербайджанская страна. Если говорить о нашей стороне, я имею в виду под нашей стороной обе армянские стороны, то нужно работать над тем, чтобы отстаивать свою точку зрения на эту проблему. Какова своя точка зрения? Проблема есть. Мы должны ее пытаться решать дальше. Нужно обеспечить безопасность. Нужно выполнять предыдущие соглашения для того, чтобы идти к следующим соглашениям. Это азбука переговорного процесса. Есть прошлый договор, соглашение, и некоторые из его условий совершенно не выполнены. Например, восьмой пункт. Для того, чтобы это делать, нужно иметь государство за своей спиной. Нужно пробовать добиваться. Нужна компетенция. Нужна мобилизация. Нужно правильных людей правильным образом мобилизовывать на дипломатическую работу, на работу банкротиков, на работу юристов, на работу лоббистов, на работу экономистов, на лоббики в разных странах. Это требует пахать. Нужно организовывать централизованную работу на разных направлениях, разными людьми, только управляемую из единого центра. Повторюсь, Азербайджан это делает. Иногда смехотворным образом, но делает. У него есть страны. Какой-нибудь азербайджанский дипломат, который сидит где-нибудь, бог его знает, в какой-то третьей стране, он может быть назначен в эту третью страну, потому что его папа петь убил. Или потому, что он из какой-нибудь семьи или чей-нибудь сосед. Он может быть плохим дипломатом, но он знает, что ему делать. У него есть техника, как мага, в которой он должен диктать. Вот в чем проблема. У нас шок. Шок пройдет. После шока будет принятие ситуации. Понятно, она такова, как она есть. Дальше на рационализацию. Это просто схема такая. И работа на всех вот этих направлениях. Если это будет, то тогда в рамках существующих возможностей нужно будет действовать. Например, открытие дорог. Вот дорога, вам же написано, открытие всех дорог. Вот дорога через Карвачар, Барнагерд, в северную часть Арцаха, она тоже будет открыта. Каким образом кто-то охранять? Каким образом будут ездить? Каким образом будет открыта дорога из Ивана в Капан через Нахиджеван? Кто будет гарантировать, каким образом? Как это будет работать? Мы завтра сможем поехать через Геранжу и Баку в Дербент? И каким образом это будет делаться? Это же будет миллион вещей, которые можно обсуждать. И для этого будет квалифицированная дипломатическая работа. Вот в чем проблема. А не в том, что азербайджанцы давят. Ну, давят, да. Ну, действительно. Они пытаются отбирать все плюсы, которые они получили. К сожалению, у нас не вполне произошло так, что победа в войне произошла. И они как бы забыли. Вот жили так 26 лет. Азербайджанцы пытаются сейчас, по крайней мере, вот в эти недели, месяцы и так далее, отыграть все, что они получили в результате.